Все, теперь мы наживо. Круто. Уже даже больше людей, смотри. Сейчас я посчитаю, сколько конкретно. У меня же тут есть обминка, я вижу, сколько людей. Ну давай, давай. Сколько там? Ну, знаешь, обминка-то есть, но я не знаю, как ее пользуются. Ладно, ну я в пинге. Так, что-то мы в онлайне до сих пор еще не появились. Вот, все, появились. Ну что, друзья, тогда начинаем. Давай, ты какое-то интро делаешь? Конечно, конечно. Я же приготовился. У меня тут слайды есть, как мы просили. В общем, тема такая. Тема у нас сегодня Legal Tech. То есть это та тема, которая, ну то есть какая-то часть юридического рынка уже поняла, что Legal Tech это офигенно круто. Осталось понять, что такое Legal Tech, что с ним делать, куда его нести. Вот, какой хороший Legal Tech, какой плохой Legal Tech. Поэтому пригласили в гости, наверное, самый известный российский Legal Tech стартап Симплоер. Антон Вашкевич, его смелый соучредитель. Дима, я долго думал, как тебя представить. Я тебе представлю тем, что ты сделал. То есть ты вот приехал из ниоткуда, ну то есть ты приехал из Европы, и такой опа, и нашел в Украине кучу юридических стартапов. О существовании большей половины из которых ни я, и, наверное, даже сами стартапы не знали. Дима Фаремный, Justice Accelerator, Heal. Предлагаю начать с Эмплойера, потому что мне самому дико интересно. Мы когда организовывали компанию, было ужасно стремно. Ну вот просто капец. Просто, то есть это все равно, чтобы в темноте куда-то идти, не зная территорию. То есть ты фигево знаешь, куда ты стукнешь, а вообще стоит ли идти дальше, в правильную ли ту сторону идешь. А если бы мы делали вместо... ну то есть все равно это был какой-то юридический сервис, что-то похожее на то, с чем я работал. А тут взять, уйти из... из какой ты, кстати, компании ушел? Скажи, пожалуйста. Так, ну на всякий случай еще раз, Антон Вашкевич, всем привет. Я вообще сам из Беларуси, вот, и начинал я в Минске, работал там по тем временам в самой моднейшей юридической фирме. Вот, примерно через год... Погоди, 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 название скажи. Беларусской фирмы? Да. Да, но это не Степановский еще был. Их еще тогда не было. Это компания Боровцов Солей, я думаю, что они до сих пор крутые. Вот, потом я, собственно говоря, переехал в Москву, был у нас общий проект с московскими юристами, и вот они в какой-то момент приехали в Минск и говорят, что ты здесь тусуешься, поехали работать с Москвой. Ну, это было, мне кажется, там одна из таких вот первых больших стремных вещей. То есть поменять страну, поменять правовую систему. Ну, это достаточно веселое развлечение. Это была компания Хан Снелман, в которой я проработал какое-то время, года, наверное, два. Я даже жил в Финляндии полгода, даже учил финский язык и даже мог сейчас по-фински говорить одно время. Сейчас я все забыл. Скажи какую-нибудь юридическую конструкцию на финском. Осаке Юфтиот. Акционерное общество. Шикарно. Вообще, у меня даже голос отняло. Да, у меня практически тоже. Вот, но это одно из трех слов, которые я до сих пор помню. А потом мы практически целиком всей командой перешли в Пепеляев групп. Вот. И потом я уже работал с господином Горсботом, Горсбот BLP компанией. Вот. Ну, а потом я возглавил юридический департамент одного крупного частного холдинга. Вот. Вот такой вот славный путь до семплойеров. В принципе, достаточно стандартный путь. То есть некий рост и в конце глава департамента. С точки зрения компании, где я работал, меня устраивало практически все. Вот. Единственное, что у нас, конечно... У тебя даже не то, что стандартное, а более чем стандартное. То есть ты рост, 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 а потом стартап. Ну, наверное. Ну, не знаю, вот это, скажем так, не блюзовый стандарт, да, который вот всегда везде одинаковый. Вот. Ну, это не самая частая история, хотя вот, наверное, за последние два года очень много моих хороших знакомых, вот они организовали свой бизнес. Очень крутые. Например, то же самое. Кульков колотил в партнеры. Совершенно шикарная фирма сейчас. Вот. Терлинг Петерс тоже красивый бизнес делают. Так что... Ну, отчасти, да, отчасти, наверное, стандартный бизнес. А что они делают? Чем они такие красивые? Чего говоришь? Чем они отличаются от обычных юридических фирм? Ты говоришь, они сделали крутой бизнес, а что за бизнес? Нет, они сделали юрфирму, у них хорошая фирма. Чем они отличаются? Ну, наверное, только специализация, а так в целом не классические, качественные, хорошие ребята. Окей. Вот. Вот как это случилось? Почему ты решил уйти... То есть ты, получается, не из Гольцблата уходил, ты уходил из индустрии, да? Ты уходил из индустрии, да? То есть это еще хуже. Все же знают, что в индустрии зарплата в 10 раз выше. Все туда хотят, не все их берут. Все ходят по собеседованиям всегда, все юристы, я знаю. И ты оттуда ушел. Окей. Да, нет, но это было не так просто, я тебе могу сказать. То есть, на самом деле, вот, Симплоер мы с Андреем Григорьевичем, вторым основателем, придумали еще, когда я работал в Гольцблате. Вот. Ну и план был такой, что, наверное, все можно совмещать. Вот. Менять архитектуру холдинга юридическую, строить там большой юрдепартамент и одновременно развивать Симплоер. Вот. Но реальность проще, это все не получается совмещать, но у меня, по крайней мере. Вот. Поэтому нужно было либо продолжать спокойно, ну и, чего я говорю, достаточно роскошно работать в инхаусе. Вот. Либо нужно было заниматься Симплоером. Ну и, собственно говоря, вот, думал, думал, думал и решил, что нам все-таки нужно заняться Симплоером. Шикарные истории, я думаю, что это супер красивый у нас бизнес, про него тоже расскажу. Вот. Ну, так что так вот, не очень простое решение было. Вот. Было дико стремно. Ну и, наверное, вот там первых пару месяцев было такое ощущение, что что-то не то сделал. Но, на самом деле, мне кажется, это нормальное состояние тех, кто начинает бизнес. Всего лишь пару месяцев у тебя было такое состояние, да? Ну, пару, шесть, может быть. Капец. У меня до сих пор, ну, десять месяцев у меня до сих пор такое ощущение. У тебя всего пару. Слушай, ну, прости, что я этим вопросом заложу тебе в карман, но вы делали проект на свои деньги или у вас был инвестор? Нет, все на свои деньги. Собственно говоря, зарплата позволяла достаточно серьезные деньги вкладывать в это. И поэтому к моменту, когда я уже уходил в сэмплойер, несмотря на то, что мы там уже потратили кучу денег, на счету еще оставалась куча денег. Так что, ну, там какое-то время сэмплойер существовал на то, что там было. На свои. Круто. И вы вот такие… сколько у вас было человек, когда вы уходили? Ну, то есть ты уходил из индустрии, Андрей уходил… Андрей уходил, собственно говоря, из пепеляев групп, вот там, где мы с ним работали вместе какое-то время, из консалтинга. То есть тоже он уходил в высокой позиции, руководитель в практике, то есть там все очень пафосно. Вот. Да. Ну, то есть мы вдвоем стартовали и, ну, там еще нам помогали два человека. То есть так два с половиной четыре, где-то так по-разному. Вот у всех есть ощущение, там у меня в том числе, что стартап – это обязательно такое жесткое, экстремальное программирование. И вы такие два юриста, которые, как я понимаю, программировали, ну, не каждый день. Как у вас все получается? Ну, у меня есть какие-то базовые навыки программирования, ну, совсем примитивные на самом деле. То есть я, наверное, на каком-то минимальном уровне понимаю там JavaScript и PHP-шечку. Вот. От Java от JavaScript отличаешь? Что-что? От Java от JavaScript отличаешь? Ну, это да. Это единственное, что я могу спросить просто. Да, но всякие там Node.js – это для меня темный лес. Вот. JQuery – еще хуже. Ну, мы сами на самом деле ничего не программируем, мы не программисты. Вот. Понятно, что нам… Мы, скорее всего, это усорсим, там, нашу платформу и так далее. Ну, а что касается одного из наших направлений, которое, собственно говоря, вот, наверное, в широком понимании – это Юртех, это как раз вот мы помогаем нашим клиентам посмотреть свежим взглядом на их процессы, пробуем их оптимизировать, ну, и когда уже процессы в порядке, их можно автоматизировать. Для этого мы берем разработчиков, аутсорсеров, и вот они делают шикарный софт для наших клиентов. Скажи, а можешь нам вот сейчас очень быстро запичить, что конкретно вы делаете? Что конкретно делаем, что сделали уже? Давай, что сделаем просто в качестве примера. Значит, у одной из наших компаний, из наших клиентов есть там огромная куча контрагентов, это связано с недвижимостью. Вот, соответственно, ну, там, в районе тысячи объектов, грубо говоря, до тысячи объектов. И юристам по каждому объекту нужно отслеживать там 10-20 юридических фактов. Там окончание срока, какие-то действия и так далее. То есть, соответственно, огромная нагрузка юристов просто на достаточно техническую работу, чтобы они отслеживали кучу параметров. Вот, плюс там еще подключаются финансисты, отдел оплаты казначейства и так далее. Вот эти все люди, они взаимодействуют по этим договорам, вот, и сжирается куча времени. Собственно говоря, задача была посмотреть весь процесс, его визуализировать, посмотреть, где могут быть там узкие места, предложить, как их можно расширить. Ну, и после этого мы делали ТЗ, искали разработчиков. Вот, дальше была разработка, внедрение. То есть, сейчас все неплохо работает, юристы разгружены. Вот пример такого проекта. Смотри, тут есть вопрос из зала. Это, возвращаясь к тому, сколько было стремно времени, два месяца, шесть месяцев. То есть, правильно ли Дэн Береговой понимает, что как только перестало быть стремно, то уже можно считать, что бизнес состоялся? Ну, то есть, правильно ли, что можно забить на метрики, на все, и вот так вот по ощущениям сказать, что все, ну теперь бизнес, мы не стартап. Когда перестало быть стремно? Слушай, ну, скажем так, закончилась острая фаза стрема, я бы так сказал. То есть, вот ощущение, ну, если говорить красиво, ощущение ответственности, да, а если понятнее, то ощущение продолжающегося стрема, но в таком лайтовом режиме. Вот, оно до сих пор, вот, то есть у меня, у Андрея всегда перед глазами наша финансовая табличка, которая обновляется там несколько раз в день. Вот, и, собственно говоря, там мы всегда видим прогноз на следующих пару месяцев. Вот, и иногда это очень сильно, мягко говоря, мотивирует. Прогноз, вы видите прогноз по доходам или прогноз по убыткам? Ну, соответственно, доходы минус расходы – это либо прибыль, либо убытки. Вот, в зависимости от того, как вы сработали, расходы обычно более-менее у нас фиксированы. Вот, многие вещи им аутсорсинг, поэтому у нас нет оверхеда большого. Но тогда табличка, она всех держит, ну, так, мотивированными, собранными. Вы уже в прибыль вышли? Да мы уже давно в прибыль вышли, просто если бы не вышли, тогда вы сейчас ходили голодными по рынку. Ну, смотри, без галстука, без пиджака. Поэтому видно, что… Пиджак я снял за две минуты до начала эфира. Сейчас я ходил на пафосное мероприятие в пиджаке, но без галстука. Тут есть еще один вопрос из зала. Сколько лет юрпрактики было перед началом работы над сэмплоером? Двенадцать. Двенадцать. И с чего начиналась работа над сэмплоером? С чего начинаю с работы над сэмплоером? На самом деле, начиная с того, что мы подумали, что клево проводим время в консалтинге, но пора что-то делать свое. Просто некая абстрактная идея делать свое. Вот. Тем более, вот, если навязчивые фильмы про Цукинбергов и прочих персонажей, естественно, чем и хуже. Вот. И идея юридического бизнеса, она на самом деле была не первой. То есть у нас было несколько, наверное, идей 50 до этого разных. То есть мы там какое-то время набирали идеи, мы их оценивали. В итоге посмотрели, что идти в рынок, который мы вообще не понимаем ни грамма, в этом нет никакого смысла. Вот. Решили идти в рынок, который мы понимаем и который, как нам кажется, крайне несовершенен со всех точек зрения. Вот. Ну и плюс у нас там уже появилась идея, что нужно делать платформу, потому что, в принципе, там в России есть тысячи юристов, из которых есть ряд хороших юристов. Вот. И все они генерят контент на ежедневной основе. Вот. И куча этого контента хорошая. Вот. Собственно говоря, почему не начать некий вот reuse, да, если так можно сказать, использование по многу раз хорошего контента. Вот мы поэтому решили эту платформу организовать. Ну и потихонечку остальные идеи начали уже приходить по дороге. Вот. И, ну, очень сильный, скажем так, очень сильно, мне кажется, помогло в нашей работе то, что вот я почувствовал себя в шкуре инхауса. Вот. Ну, причем там не просто инхауса работника, а вот инхауса на там уровне главы юрдепа, когда вот я общаюсь с акционерами. с бизнесами, которые под акционерами, вот, и понимаешь, что на самом деле беспокоит народ. Вот. И вот не всегда мы, консультанты, угадывали это. И некоторые вещи даже казались, ну, немножечко наивными, нерелевантными и так далее. Вот. Смотри, ты когда работал инхаусом, ты нанимал консультантов, и ты сейчас о них отзываешься, ну, так я понимаю, что ты очень дипломатично это говоришь, но ты о них отзываешься так, что они не были совсем хорошими, каким бизнесом поможем? Не все, не все, но, ну, просто там в прошлом году у нас была сделка, его там на другой стороне был Ильф, вот, там был совершенно крутой чувак, которым мы были с разных сторон, и мы смогли в итоге договориться по самому сложному вопросу. То есть везде есть крутые парни, вот, но вот какой-то вот, если взять среднюю температуру по больнице, есть вещи, которые консультанты не всегда чувствуют. Вот, ну, в том числе, ну, там есть вещи по сути, есть вещи по форме. По форме это вот то, что среднестатистический консультант выдает, ну, выдает некие фантастических размеров мема, вот, которым он пытается поразить… Дисклеймеров, дисклеймеров. Да, ну, дисклеймеры – это вообще отдельная история, вот, и он пытается поразить всех вот объемом. Ну, окей, файн, то есть принимается, допустим, в этом есть некая ценность, но зачастую вот эти мемы, они пишутся, причем, крутыми ребятами, но, тем не менее, они пишутся в стиле судебных решений. То есть идет вот там в соответствии с подпунктом, пунктом статьи, раздела, там еще чего-то, идет нагромождение, ты думаешь, ну, 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 где здесь суть, расскажите, ну, где здесь вывод? То есть выводы, они внезапно всегда появляются, вот из-за угла, в лучшем случае, если появляются. Вот недавно клиент рассказал про вещь, которая вот реально выбешивает в консультантах, это есть слово «усматривается». Из вот вышесказанного «усматривается», что, возможно, существует риск. У нас это почитается. Да, и вот клиент такой, ну, ты там, цензурируется, скажи, есть риск или нету? Если есть риск, я буду жить с этим, ничего страшного, я приму его на себя, ты просто скажи. Вот, и такие вещи, они, ну, немножко четче видны были стороны инхауса. Ну, плюс повезло, что вот я работал непосредственно напрямую с акционерами. Вот, и у меня, допустим, у меня всегда была одна страница, чтобы нести любую мысль. Больше страниц никто не собирался читать. Потому что это умные люди, потому что это их бизнес, и вот их реально беспокоит, чем отличается indemnity от warranty on indemnity basis. Они это все понимают, просто им нужно это все объяснить. Единственное, что на это у тебя есть все три абзаца. Вот, и вот такие вещи, они очень сильно, скажем так, дисциплинируют. Вот эту дисциплину мы перенесли. То есть, employer получается очень круто. Дим, скажи, ты сочинил вопросы для Антона? Ну, слушай, нет, заслушался. Такая интересная история мне. Да. Мне особенно понравился этот тезис про reuse информации. Да, я думаю, что это на самом деле крутая штука, и так и должно быть. Потому что тогда сервисы получаются дешевле, доступнее. То есть, выигрывают все. По сути, у вас классная бизнес-модель получилась, да? А больше людей получило возможность получить качественные юридические услуги. Вот, я думаю, ну, это такая очень хорошая модель для того, чтобы развивать бизнесы. Вот, и я считаю, что юридические бизнесы и так и должны развиваться. Скажи, пожалуйста, Дим, как ты нашел в Украине столько стартапов? Где ты их искал? Почему они тебе поверили и подались? Где ты их поверил? Слушай, это хороший вопрос. Честно говоря, ну, так по-честному, я не ожидал, что будет так много их. Ну, вот. И мои коллеги в Голландии тоже не ожидали. Ну, вот. И когда мы обсуждали, мы говорили, там, ну, ставили там голы, проекции, да, что мы хотим увидеть. Ну, там, 15 стартапов, чтобы подалось. Вот. Ну, хорошо. Но подалось намного больше. Подалось больше 40. Вот. И вопрос не где их нашел, а вопрос в том, что на самом деле они нашли нас, они нашли меня, они нашли Хилл. Вот. Почему? Потому что есть востребованность. То есть у людей уже назревают какие-то идеи, у них назревают уже какие-то даже решения. Но им некуда это выплеснуть, понимаешь? Им некому это рассказать. Вот. Нету такого чати, как мы сейчас устроили, чтобы поговорить и рассказать. Вот у меня такая идея и так дальше. Вот. И когда эта штука появилась, просто люди с большим удовольствием стали подаваться, потому что им, ну, просто хочется, наверное, услышать хитбэк. Или просто, не знаю, по разным причинам. Кто-то хочет уже продвигаться дальше, масштабироваться. Кто-то хочет протестировать модель. Кто-то хочет у кого-то просто идея, ему интересно поучаствовать. Слушай, а можешь сказать этот момент, когда ты вот идешь в Хилл, с идеей сказать, а давайте откроемся в Украине. У тебя были, наверное, какие-то аргументы за, и ты понимал, что будут у Хилла какие-то аргументы против. Почему Украина, а не, например, Польша? Ну, я понял. Ну, смотри, тут, на самом деле, так, нашла коса на камень, потому что Хилл в это время тоже был заинтересован, в принципе, в Украине. Вот. И когда я туда пришел, они сказали, вау, это классно, давай. Ну, аргументы были такие, что, на самом деле, у нас очень сильная IT-индустрия. Вот. Это один большой аргумент. А другой большой аргумент – это то, что перед этим в предыдущем году, в 2015 году, Хилл провел большое исследование в Украине. Ну, не сам, а вместе с Харкевским институтом социальных исследований. Вот. И там исследование было о том, о ежедневных проблемах людей в юридической плоскости. Вот. И, ну, выяснилось, что проблем, на самом деле, очень много, и они, на самом деле, нерешаемые. То есть, они решаемые, но они не решаются. Там больше, чем половина людей, которые сталкивались с каким-то проблемой, они просто ничего не делают. Они не идут к юристу, они никому не обращаются. Вот. А почему? Потому что они думают, что это дорого, и доверять некому. Судье не доверяют, а юрист, ну, наверное, он тоже какой-то дорогой, и вообще юристы, они такие все плохие, они там деньги только любят, и все. Вот. Ну, и человек никуда не обращается. Идея в том, что именно IT и технологии, да, они могут, вот как Антон сказал, сделать такой реюз этих всех компетенций, экспертизы, и таким образом сделать это доступно и дешево. Вот. То есть такая, ну, по сути, такая позитивная цель. Почему мне тоже интересно нравится работать? Потому что цель классная. Знаешь, сделать правосудие, ну, там и юридические услуги, и судебные процессы, сделать более доступными. Это же классно. Вот. И на самом деле очень много людей тоже хотят это сделать, и у них уже есть идеи, как это сделать. Вот. Они хотят это сделать. Ну, поэтому, наверное, в первый год и такой успех. А скажи, ты можешь как-то оценить качество украинских лебилтек-проектов по сравнению с, ну, я так понимаю, были не все европейские, я там видел, были и стран Африки, и мексиканские проекты, и английские, не знаю, белорусские, китайские. Ну, есть ли какие-то отличия у украинских, и эти отличия они лучше, ну, как-то характеризуют с хорошей стороны или с плохой? Я понял. Смотри, ну, каждый год, то есть, акселератор уже проходит в течение пяти лет, вот, и каждый год там разные, разные страны, там, ну, набор там до десяти стран. Вот. В этом году действительно там большинство было это Средний Восток и Африка, но в том числе Украина. И качество всех поразило с позитивной точки зрения, потому что все стартапы достаточно технологичные. Когда мои коллеги приезжали, вот, они вечером мы там шли пить пиво, да, и они смеялись, даже говорили, слушайте, я столько раз слово блокчейн за день не слышал никогда. Вот. И все говорят о технологиях, о блокчейнах, о блокчейнах, мы хотим придумать такое решение, такое решение. Вот. Иди сюда. Слушай, сейчас погоди, ты хочешь сказать, что вы пили пиво, и там слова верховенства права не звучали ни разу, а блокчейн звучал? Мы начинаем, мы первый тоже всегда говорим за верховенство права, а потом уже там можно и блокчейн, и что хочешь. Просто нас слушают юристы, и они сейчас могут в оборок упасть от этого, поэтому ты аккуратнее, пожалуйста. Вот. Ну, в общем, качество, среднее качество, оно достаточно высокое, в общем, потому что все стартапы, они достаточно технологические. Они либо хотят быть технологическими, либо они уже построены на какой-то платформе. А стартапы, которые вы смотрите, вы смотрите на глобальность стартапа, или вы смотрите просто на то, что это хорошая идея, и она упрощает доступ к правосудию в конкретной стране? Или же вы на масштабируемость тоже смотрели? Да, да, масштабируемость – это тоже один из критериев, то есть это тоже важно, насколько модель может быть масштабируема. То есть если там стартап может помочь, я не знаю, тысячи людей, ну это хорошо, но лучше, конечно, чтобы это был миллион. Вот поэтому один из критериев – это действительно была масштабируемость. Кроме этого, там еще была уникальность, импакт, который проводится локально, то есть локальность тоже важна. Масштабируемость, конечно, это важно, особенно в стартапах. Идея такая, что сначала импакт будет локально, и потом, когда он сможет масштабироваться глобально, мы в этом сможем помочь. Вот такая вот идея. Но изначально импакт всегда предусматривается, что будет локально. Скажи, а ты можешь сдать портрет в команд? Это были юристы преимущественно, или это были бывшие юристы, или это были студенты, или это были просто прикольные такие бизнес-ориентированные, самоуверенные в себе люди? Я думаю, 80% людей это все-таки юристы. Вот, и на самом деле было из этих там 40 с чем-то подач, наверное, ну процентов, ну половина, наверное, это были просто идеи, да? То есть у людей это, ну как правило, идеи для того, чтобы решить какие-то юридические вопросы или процессы, вот, но это были юридические идеи, потому что юристам там что-то не получается у юриста, или что-то им надоело, вот, или, я не знаю, им что-то хочется изменить. Но в основном это, конечно же, юристы, 80%, 20% это, наверное, просто такие предприимчивые люди, которые везде и всегда суются, знаешь, они видят такую идею, они, о, хорошо, сейчас я что-то придумаю и напишу, вот, и пишут, и пишут, знаешь, а потом еще звонят и говорят, а почему вы меня не взяли, то есть я же написал, вот, ну и там выясняется, что нету в команде там юриста, который смог бы это оценить, нету юридического бэкграунта, нету понимания процесса и так дальше. То есть идеальная команда, она состоит там из нескольких человек, это мультидисциплинарная команда, когда там есть юрист, маркетолог и программист, но это лучше не придумаешь. Они все сели втроем себе, за день сделали, придумали все, что надо и не тратить деньги на аутсорс, но таких очень мало, к сожалению, вот, большинство это просто юристы, которые потом нанимают программистов, вот. Есть несколько ребят, которые, кстати, программируют юристы, вот, это такие исключения с правил, но они достаточно успешны. Вы сейчас снова будете открывать колу на подачу идей, команд, проектов, на что будете смотреть, на какие, ну, на что командам обращать внимание, которые будут поддаваться? На что обращать внимание? Я бы сказал, что если есть уже какая-то идея, то есть время сделать какой-то MVP, скажем так, или просто запилить сайтик, или сделать опрос, или поработать над проблемой, какую вы хотите решить, сделать исследование рынка, да, минимальное какое-то. То есть, ну, в чем, как сделать ваши шансы больше, это прийти уже с каким-то минимальным готовым решением, да, и протестированным. То есть, когда есть просто идея, ну, это мало шансов на успех. А сейчас еще есть там несколько месяцев, я думаю, что мы откроем колу в мае, и до мая есть время что-то сделать и прийти с решением, и тогда шансов намного больше. Потому что есть хорошие идеи, но когда человек просто приходит с идеей, это не говорит ни о чем. Потому что 95% идей, они все фейлятся, знаешь, они все падают, вот поэтому очень важно показать коммитмент, что вы уже работаете, к примеру, над этим продуктом, я не знаю, какое-то продолжительное время, и что это не просто там идея, через неделю, от которой ты откажешься, а то, что это действительно соответствует твоим ценностям, и ты хочешь что-то сделать, и тогда это очень важная команда, на самом деле. Слушай, а вот по поводу команды, вот если я один, у меня есть идея, мне что сначала делать, мне сначала искать себе команду или мне сначала учиться программировать и делать свой MVP. Я бы сказал, надо минимальную команду. Все равно команда нужна. Ну, я думаю, что да. Это на самом деле, Дима, это выбор каждого, я не могу тебе сказать, что это, ну, как-то, знаешь, можно сказать, это правильно, это неправильно, вот, но как по мне, так лучше найти хотя бы какого-то единомышленника, единомышленника, да, какого-то соучастника в этом преступлении. Слушай, вот Антон говорит, что программирование не обязательно для того, чтобы начать свой стартап. А ты, что думаешь? Я тоже, я тоже говорю, что абсолютно не обязательно, и можно начинать без программирования, и есть ребята, кстати, у нас в Украине, вот из Гроусапа Игорь, он классный делает проект без программирования, но это такой первый пример мне пришел на ум, вот, и абсолютно можно делать проекты без программирования. Конечно, есть какие-то технологические решения, там, если ты хочешь сделать какую-то платформу сложную там на блокчейне, то, наверное, легче будет, если ты в этом хотя бы чуть-чуть разбираешься. Ну, хотя бы в Википедии прочесть, что такое блокчейн. Да, но это уже поможет, конечно. Я слышал, что Приватбанк вот тоже подобную, подобную штуку использовал, то есть, Дубилет, который отвечал за IT, он говорил, что мы не начинаем программировать до того момента, пока мы без программирования не поймем, что оно работает, да, и вот они когда, ну, и они же, соответственно, сделали свою систему коризоид, это объектно-ориентированное программирование, наверное, это называется, то есть там динтуитивно понятно, где куда нажать, то есть не программирование, это просто сам складываешь как бы из конструктора, как оно должно работать, вот, и уже после этого, если нужно, ты начинаешь программировать. Ну, собственно, мы видели, к чему это привело, да, самый, самый технологически крутой планк, не знаю, в мире или в Украине, так точно. Да, совершенно верно. Я думаю, это правильный подход сначала стоит, если есть идея, идеально, это, конечно, ее протестировать на ближайшем окружении, свои assumptions, да, свои мысли, как ты думаешь, оно произойдет, просто протестировать, не знаю, разослать своим друзьям или в Фейсбуке опросник, сказать, я думаю, что будет так, 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 вы согласны, не согласны. И тогда станет понятно, потому что тебе кажется, что это очень важно и полезно, но другие люди думают, да что за ерунда, это вообще не надо. Вот, и это стоит учесть перед тем, как даже начинать программирование. Дима, Антон, вот вопрос к вам обоим из зала, так сказать, людей интересует, когда же, наконец-то, юриста заменит Artificial Intelligence, причем, как я понимаю, по вопросу, интересует конкретная дата, месяц и, наверное, время. В 9 утра будет, по дате остальному. В 9.05, потому что нужно еще кофе сделать. Ну, скорее всего, да, наверное, на 5 минут сдвинем. Ну, давай тогда я начну, сейчас свои смешные assumption расскажу, и тогда… А ты сейчас в слайды смотришь? Что-что? Ты сейчас в слайды смотришь, это контракция немножко. Ну да, я подготовил для тебя презентацию, как ты просил. Там много текста, мы можем его почитать вместе. Что касается AI, мне кажется, здесь есть два типа юридической работы. Есть творческая часть работы, есть техническая часть работы. Естественно, там то, что техническое, оно автоматизируется, в том числе с помощью AI. Все, что творческое, оно пока не автоматизируется. Единственное, что вот из творческой части в техническую постоянно переезжают огромные куски работы. То есть раньше техническое было вставить номер доверенности, часть техническая, там, не знаю, собираются какие-то договоры и сделки. Вот. А потом, условно говоря, будет там анализироваться законодательство прямо в момент его выхода. Я тоже в этом не вижу ничего сверхсложного, там лет через 5-10. Вот. Поэтому… А что не будет автоматизировано? Это какие-то уникальные штуки, уникальные решения. Во-первых, это будет драматворчество, да, то есть это законотворчество плюс там сделки, контракты и так далее. То есть, опять-таки, если сейчас в контрактах юрист это вот некий, скажем так, архитектор сделки плюс переводчик на юридический язык, то многие эти функции, они могут быть как-то унифицированы, потому что, да, все сделки разные, но они не настолько разные. То есть есть некий ограниченный набор инструментов, скажем там, 200 инструментов. Они всегда бывают в разных комбинациях в сделках. И, опять-таки, с теми же самыми нейросетями можно попробовать систематизировать весь этот опыт, который был. В этом, опять-таки, нет ничего сверхъестественного. Я уверен, что так и будет. Вот, так что те, кто сейчас занимаются ерундой, они, естественно, потеряют работу. Какой день, год это произойдет, я, честно говоря, не знаю, потому что сейчас любые прогнозы, они уплотняются и ускоряются. То есть то, о чем мы там рассуждали гипотетически в марте, вот, а оно уже там случилось в сентябре, хотя в марте нам никто еще не верил. Вот, так что сейчас страшно давать прогнозы. Мне кажется, любой прогноз, ты скажешь, и оно все произойдет в два раза быстрее. В двух словах. Ну, еще рекламная пауза, пользуясь случаем. Значит, вы же сделали роскошную эту, роскошную концепцию по автоматизации права. Вот, так что, если у тебя будет возможность потом напечатать всем адрес, то пускай все зайдут, посмотрят. Вот. Вот, а там мы, в принципе, рассказали то, о чем мы говорили в Минске, частично это про машиночитаемое право, машиночитаемые нормы, про то, как большую часть входящей информации можно автоматизировать, и большую часть воздействия юридического его тоже можно автоматизировать. Не все, но много. Вот, поэтому рано или поздно... А можешь пример привести? Ну, пример такой. Сейчас уже автоматизированы штрафы горишные, то есть там парковка, там ездит машина, которая всех автоматически фотографирует и всем письма счастья присылается. А какой-нибудь позитивный пример можешь привести? Позитивный пример? Хух. Ну, смотри, мы сейчас говорим... Ну, это не позитивный пример, а какой-нибудь позитивный пример. А по мне так это позитивный. Ну, смотри, мы, в общем, если мы говорим про... Если мы говорим про публичное право, то понятно, что цель публичного права защищать вот некое регулирование вот от нарушения. Поэтому кому-то будет плохо, но теоретически всем остальным должно быть этого лучше. Ну, например, то же самое вот сейчас вот там. Экологические нормы, их соблюдение проверяют точечно. приехали, замерили, наваляли, вот, и все. Да, дальше снова ничего не происходит. Вот. А с другой стороны, ничего не мешает уже сейчас поставить, там, грубо говоря, датчики загрязненности на те же самые источники. Загрязнение, вот, и которые в прямом эфире будут эту информацию подавать контролирующему органу, у которого вполне достаточно скрипт. То есть там происходит этот выхлоп на протяжении какого-то времени больше определенного параметра. сначала приезжает предупреждение, вот, потом приезжает штраф, деньги могут там списываться, потом, грубо говоря, можно этот завод заглушить. Очень условно говоря. То есть если позитивное попроще, то, наверное, это уже частное правоотношение, это то, что уже сейчас пытаются сделать, смарт-контракты. Вот. Единственное, что сейчас смарт-контракты, вот, которые там на блокчейне, они по большей части касаются цифровых активов. То есть либо это криптовалюта, либо это какие-то там права на контент, но это все скорее вот, все еще цифровая реальность. Получается, вот, там был случай, когда там и корабль... Одну секундочку. Да. Был случай, когда... Это был Андрей? Да, одну секундочку. Показал бы. Потом, потом тебе. Да, значит... Значит, был случай, когда ехал корабль с хлопком, вот, у него тоже были датчики по всевозможной там влажности и так далее. Вот. И был смарт-контракт заключен, вот, по которому там следовалась доставка. Эту новость все видели, но сталкивался ли ты, например, с живым смарт-контрактом? Я тоже эту новость читал, и я читал пресс-релиз другой, так сказать, московского, который тоже сопровождали подобные проекты. Но, насколько я понимаю, там все не так просто. Во-первых, на фоне там была куча бумаги. То есть, это не в чистом виде заключился смарт-контракт. Сначала заключились обычные бумажные договоры, вот, потом, собственно говоря, под них автоматизировались какие-то отдельные куски исполнения уже. То есть, это заключение, оно еще было не в форме смарт-контракта. Вот. А если честно, я еще не видел вот полноценные живые смарт-контракты, но я вижу, у них большой потенциал, по крайней мере, по внутригрупповым сделкам. И, ну, у нас уже клиенты выражали интерес, вот, там, по поводу того, чтобы сделки внутри своей группы каким-то образом автоматизировать, там, в том числе исполнение. Окей, Дим, ты что думаешь? Да, я думаю, кстати, что смарт-контракты, знаешь, что это классный пример про хлопок, мы его все знаем, но не стоит забывать, что у нас в Украине тоже есть такая платформа под названием Auction 3.0, Auction 3.0, который, по сути, тоже функционирует на блокчейне, и эту сделку тоже, наверное, можно назвать смарт-контрактом, когда с помощью этой платформы на блокчейне производится продажа имущества, насколько я знаю, там продавалось какое-то в Одесской области имущество. Вот, поэтому у нас даже в Украине уже есть такие определенные примеры, вот, нам сейчас у всех разное понимание, что такое смарт-контракт, мы еще, мне кажется, не перешли к единому мнению, вот, но это все близко, и это уже в Украине, то есть нельзя говорить, что это было где-то там в Штатах, а когда это будет через сто лет в Украине, я думаю, что это уже, в принципе, в Украине, и оно будет развиваться. А по Artificial Intelligence, я, кстати, вот недавно нашел классную информацию, инфографику, я вот скину я сейчас нашим зрителям, прямо в YouTube сразу, наверное, сейчас скину ссылку. Нет, что-то не получается. Я давай в чатик наш скину, а ты это перекинешь. Вот, ну, в общем-то, автоматизация юристов, она, мне кажется, полностью произойдет не очень скоро, вот, но частично она произойдет, конечно, скоро. То есть, если ты посмотришь нам на эту инфографику, а там такой интерактивный дэшборд, вот, и ты можешь отфильтровать, в общем, в двух словах, там McKinsey провело большое исследование по рынку труда в Штатах, вот, и выявил, насколько процентов каждая профессия может быть автоматизирована. То есть, там десятки-десятки профессий, они раскиданы по графику, и ты можешь увидеть, когда или насколько ты будешь автоматизирован. Так вот, юристы там тоже, конечно, есть, и процентов компонизации паралегалов или юристов, там, младшей нижней ступени, до младших юристов, она составляет порядка, там, семидесяти процентов. То есть, это, это при чем, причем отчет это делался в 2016 году и учитывались технологии нынешние. Вот. Это значит, что, ну, в принципе, технологии, они развиваются, вот, и я думаю, что этот процент даже будет увеличиваться. Там, 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 это касается младших юристов. То есть, это, в принципе, инфографику лучше не показывать, там, студентам теперешним, да, потому что ничего веселого, там, это им не сулит. Работу найти младшему юристу, наверное, будет сложно. Ну, такую в теперешнем виде, в котором мы ее себе сейчас представляем. Наверное, она будет чуть-чуть какая-то другая. Я бы поставил там ограничение видео, что, типа, 20-28 плюс надо что-то смотреть. Да, 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 наверное. Контент may harm you. Сто процентов. Вот, ну, там еще есть данные по другим, там, судебные клерки, там тоже около, там, 60 с чем-то процентов функций этих людей могут быть исполнены, могут быть исполнены автоматически, вот. То есть, ну, сама профессия, она не исчезает, понимаешь, но остается 30 процентов, которые действительно должен выполнять человек. И, ну, наверное, сделать это 100 процентов, исполнимо с помощью машины, ну, наверное, в скором времени у нас это не получится сделать. Вот другой вопрос, как... Гим, а можешь слово «скорое время» как-то, ну, в годах оценить? Я понимаю, сложно, но все равно, там, скоро, не скоро, это такое, там, 5 лет, 10 лет. Я думаю, что это, конечно, будет сначала в Штатах, это будет в течение, я не знаю, года, двух, наверное, где-то так. Вот. И потихоньку это будет перебираться к нам, это, там, связано с разными вопросами, да, и в том числе этот у нас рынок не очень-то интересен, чтобы сразу сюда имплементировать какие-то решения готовые, там, больших стартапов или корпораций, там, семантика, другой язык и так дальше, но потихоньку оно все появляется, появляется тут, я думаю, что в течение, там, до 5 лет много-много задач, они будут автоматизированы. Вот, то есть сейчас, мне кажется, надо уже готовиться наперед, смотреть, что будет такое, чем можно будет заниматься. Это, значит, то есть вбивание, там, номера договора, там, и этих реквизитов, ох, я помню так, когда был, знаешь, молодым, очень много времени на этот раз, это меня так раздражало, и мне хотелось какое-то поле, чтобы оно само все заполнялось. Вот. Ну, я думаю, это скоро, скоро такие будут. А как раздражались клиенты, когда получали такие счета, знаешь, там же не написано, что я реквизиты заполнял там полчаса, вот. И это тоже проблема, которая, ну, которая решается автоматизация. Поэтому я думаю, что это на самом деле позитивная штука, потому что с помощью автоматизации мы сможем добиться того, что клиент останется довольным, потому что больше будет, больше услуг хорошего качества за более дешевые цены, вот, и люди избавятся от рутины. У нас отвалилось 9 зрителей, я так понимаю, они уже побежали писать заявление. Наверное, да. Получается, паралегалы, им и так было хуже всех обычно. Они обычно делали саму неинтересную работу, а сейчас их еще всех и уволят. Да. Так это же было в России, ну, везде, по всему Фейсбуку, да, о том, что 3000 юристов в Сбербанке были или будут уволены, начиная там с первого квартала 2017 года. Вот. Ну, почта, Роспочта сразу не растерялась, сказала, мы их всех возьмем к себе на работу. Антон, а что там со Сбербанком? Они действительно настолько крутые, насколько они про себя пишут? Они достаточно крутые. Вот мы в сентябре вместе с Провару проводили как раз эту конференцию, где вот про эти планы, которые сейчас стали новостью, они рассказывали. Вот. И, ну, просто нужно понимать, что у них объемы работы специфические, да, то есть они подали за 16-й год более миллиона исков. То есть эти иски нужно кому-то составить, оплатить и подать. Вот. Поэтому, ну, они-то там давно автоматизировали, на тот момент они это тестировали, вот, и, ну, тестирование закончилось, внедрили. Ну, то есть там просто приходит вот там уважаемый человек из департамента, и он совершенно свободно разговаривает с категориями там блокчейна, смарт-контрактов, причем не то, что вот я читал в газете, а вот это разработки, на которых они сейчас уже работают, вот, или, по крайней мере, их тестируют. Вот. Что касается увольнения 3000 юристов, ну, здесь нужно подождать настоящих новостей, потому что, мне кажется, какая-то часть, небольшая маркетинга здесь тоже есть, вот. Но, тем не менее, ну, опять-таки, там юристы, у них всего 4000 юристов, если я правильно помню. То есть, если это правда, что они сократят 3000, то, ну, соответственно, они на 75% уменьшат в департаменте, то, что круто. Вот. Но посмотрим, мне кажется, там, всех, конечно, сразу не уволят, но... Ну, а с другой стороны, Почта России, иногда, мне кажется, что они идут по процессу деавтоматизации, вот, поэтому, может быть, как раз эти юристы там пригодятся. Ну, возможно, они смотрели какие-то, знаешь, фильмы о том, как в будущем все будет фигово, там какой-то цифровой апокалипсис, и они, наоборот, они, наоборот, через 10 лет они будут лидерами рынка, потому что у них будет мануальный учет, там вот эти злобные тетки в кассе, и все будут еще чаще туда ходить, потому что это будет офигенно. Знаешь, там везде роботы, кому они нужны? Да, это будет аутентично, это будет как кафе, то есть, это будет опыт. А Сбербанк, ну, получается, они сами подают 1 миллион исков ежегодно, а тут они получат разом 3 тысячи исков от юристов уволено. Я вот больше, чем уверен, что у них не будет проблем с тем, чтобы грамотный народ сократить, больше, чем уверен. Ну, надо тем более трудиться, остаются тысячи юристов. Ну, возможно. Смотри, вот говорит Дима, что... Дима говорит, что смарт-контракты, они... А, сейчас победили, это же твоя была идея, да, по поводу цифровых активов. То есть, как только сделки, например, с землей, с недвижимостью будет переходить в цифровую форму, я не знаю, как в России у нас пытаются земельные кадастры каким-то образом оцифровать, то есть он уже оцифрован, но реестр постепенно движется в сторону того, что он будет публичным, и за деньги будут предоставлять информацию, мотариусы вносят изменения в эти реестры. Ну, вероятно, когда-нибудь это все же станет онлайн-сервисом. Зашел в свой личный кабинет, в котором у меня 150 земельных участков, если я бабушка депутата, и я, например, могу там тикнуть несколько земельных участков, продать их, и мне на карточку попришли деньги, да, потому что я сделал там же сразу аукцион, у меня кто-то купил этот земельный участок, вот, и опять же, вот они, там и появятся смарт-контракты, да, то есть по мере оцифровки активов будут появляться смарт-контракты, и мы будем смотреть, как отмирает исполнительная служба, например, или суд, верно? Да, то есть по большому счету вот есть сейчас некий аналоговый мир физический, вот, и он либо уже частично сам оцифрован, но те же участки, те же ирлицы, они и так уже там переписаны в каких-то реестрах, вот, а те же сами банковские операции, они же все равно все цифровые, вот, либо будут некие там, не знаю, датчики, которые позволят физику переводить в цифру, те же самые датчики скорости, вот, физический параметр, ну, там, GPS и так далее, вот, ну, либо останутся там какие-то вещи, которые придется вручную оцифровывать, например, не знаю, факт ценового сговора, то есть какие-то люди из фаса его установили, вот, но потом они вбили, что вот был факт ценового сговора, вот, с такими-то параметрами, то есть, по сути, когда аналоговая реальность будет оцифрована, вот, ее можно точно так же засовывать в смарт-контракты, в смарт-законы. Слушай, я подумал, что даже будет, ну, наверное, еще будет отдельное министерство создаваться, министерство оцифровки активов, знаешь, куда нужно будет принести какие-то справки о составе семьи, например. Дима, ты смеешься, на самом деле, я вот разговаривал с ребятами в Уганде, у них как раз такое министерство и было создано. Ты видел просто, они мне показывали фотографии, где целые, знаешь, такие забитые склады документами, которые просто погрызаны какие-то, знаешь, мышами, еще, еще чем-то, вот, они действительно решили просто создать министерство и все это оцифровать, так что действительно так и будет. Меня здесь немножко беспокоит даже не то, что исполнительная служба будет терять работу, да, по мере возникновения смарт-контрактов, а то, что, ну, нам нужно будет удалить, наверное, половину статей Уголовного кодекса и добавить туда такую же половину статей по поводу цифровых преступлений, то есть киберпреступления, ну, то есть все будут киберпреступниками, получается, да, то есть украсть, то есть будут не деньги за счет, а будут, не знаю, половину земельных участков, например, там, города Киева, в один момент будет владеть там какой-нибудь чувак в Уганде. Мне кажется, оцифровка-то идет вот именно на стадии, там, исполнения законодательства, вот, сами преступления, они остаются теми же самыми, то есть это там хищение, да, незаконное завладение чужим имуществом, вот, а каким образом ты завладел, это уже там вопрос десятый, вот, нет уже отдельной статьи, а там спереть автомобиль с помощью лома, это там одна статья, а вторая статья там с помощью, там, не знаю, аккуратно открыть, ну, поэтому точно так же, если будут, мне кажется, вот все те статьи останутся, но единственное, что, ну, появится больше статей. И опять-таки, те же самые роботы и все остальное, это же уже частично, это ответственность и так прописана, вот, там, источники повышенной опасности, это уже есть. Единственное, что там сейчас, наверное, по-другому будет пересматриваться вот эта вот ответственность. Единственное, ну, еще, наверное, не хватает, это некого понятия электронного представителя, вот, вот это, мне кажется, нужно докрутить, а все остальное так есть. У нас остается 4 минуты, во-первых, хочу, хочу поделиться радостью, у меня только что пришел в Open Data Bot, мне пришла информация о том, что у частного предпринимателя Готомский Дмитрий Витальевич возник налоговый долг на сумму 160 гривен, мне только что в Telegram, в Telegram пришло уведомление, поэтому, если это сделал разработчик Open Data Bot, тогда кому-то светит штраф. Да, 160 гривен сейчас в Индополож. Антон, меня уже вот 43 минуты мучает вопрос, вам предлагали продаться? Предлагали. Но мы пока не продались. Нет, я еще пока не рассказываю. Есть у вас какая-то методика того, как вы себя оцениваете? Есть, есть у нас определенная цифра в уме, вот, но цифра и, наверное, качество инвестора и, наверное, тот уровень доли, который мы готовы или не готовы отдавать. То есть это представление есть, поэтому там периодически, когда какие-то предложения поступают, нам есть с чем их сравнивать. Даже не знаю, что еще спросить, Дим. Есть что сказать еще в конце? В конце сказать, что все будет классно и мне кажется, что это немного какая-то существует такая истерика по поводу этих технологий, вируспруденции в том числе, что они отнимут у нас работу и так дальше, но я думаю, что это все на самом деле зря, и что наше будущее только улучшится с появлением и роботов, и автоматизации труда. Мы будем больше с вами времени проводить на улице, чем за компьютерами. Вот я на это очень надеюсь. Главное, чтобы мы не проводили время на улице без работы. Заплатил налоги и сплю спокойно в подворотне, в подвале, на лавке. Ну что ж, у нас мы начали с 40 человек, у нас там в лучшее время было 50, сейчас нас 39. Количество людей падает, я предлагаю еще троих отключить. Всем спасибо за то, что задавали умные вопросы и и нас за то, что как могли, и отмечали. Да, всем спасибо. Всем спасибо. Надеюсь, что я вас услышу. Пока-пока. До связи. Счастливо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.